Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. На 16% упал объем производства в дерево, перерабатывающие отрасли Кировской области. О проблемах, связанных с изменившейся внешнеполитической ситуацией, рассказал во время выступления перед депутатами ОЗС губернатор Александр Соколов. Так, по его словам, дерево перерабатывающие отрасли – одна из тех, что пострадало серьезнее всего. Предприниматели потеряли клиентов, так как большая часть лесного экспорта из Кировской области шла в Европу и Северную Америку. В итоге, в 2022 году объемы производства снизились на 16% по сравнению с 2021. При этом Соколов отметил, что в первом квартале 2023 года предпринимателям удалось восстановить объемы производства за счет поиска новых рынков сбыта. Правда, не восстановлен пока объем получаемых средств из-за посредников. Кировчанок приглашают поучаствовать в программе «Мама-предприниматель». Обучающая программа начнется в центре «Мой бизнес» с 18 сентября. На сейчас принимают заявки. Подать их могут женщины в декретном отпуске или с несовершеннолетними детьми, в том числе приемные матери, усыновители и опекуны. Из всех кандидаток отберут 35. Они смогут получить не только различные знания, помощь в ведении бизнеса или в его организации, но и претендовать на грант в 100 тысяч рублей. Его получит та, чей бизнес-проект признают лучшим. Заявки принимают до 15 августа. Ссылку на заполнение формы можно найти на сайте mamapredприниматель.rf. Участие бесплатное и не требует наличия бизнес-опыта. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Если ждать идеального момента для начала бизнеса, его не начать никогда. Просто узнайте заранее о подводных камнях, чтобы избежать разочарований впоследствии. Что такое самозанятость помимо простоты регистрации и низких налоговых ставок, рассказывает руководитель компании «Бухгалтер и я» Татьяна Максимчук. У вас нет пенсионного стажа, потому что вы не платите страховые взносы. Сумма вашего дохода ограничена – это 2 миллиона 400 в год. Потому что иначе вы теряете статус самозанятого и вам доначислят налоги НДС 20%, 13% доходы минус расходы. Ну, расходов, скорее всего, у вас не будет, значит, 13% с доходов вы заплатите. В общей сложности 33% вам придется тогда доплатить. Оплачиваемый отпуск или больничный – это тоже не про самозанятость. Взвешенные решения для вашего бизнеса помогут принять опытные специалисты. Все уже взвешено и разложено по полочкам. Экономьте свое время и записывайтесь на консультацию в «Бухгалтер и я». Телефон 213-112. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове.